МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Неделя города» в студии Марии Рудаев. Коротко о главных темах выпуска. Золотая пора. 1 июня – День защиты детей. Уникальной операцией в УКБ открылось сосудистое отделение. К ним не может проехать скорая, а пожарная машина вязнет в грязи, как живут на одной из улиц Рязани. 1 июня во всем мире отмечают Международный день защиты детей. Официально его впервые стали праздновать в 1950 году. С тех пор его отмечают более чем в 60 странах мира. Этот день призван не только подарить радость детям и родителям, но и в первую очередь напомнить обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали достойными гражданами своей страны. В Рязани уже 14 лет работает Организация поддержки лиц с ограниченной трудоспособностью. Здесь дети реализуют все свои творческие способности. Георгию Фоменко всего 10 лет, но он уже с первого взгляда может определить Дымковскую, Петровскую, Филимоновскую и Каргопольскую игрушку. Ведь все они были сделаны умелыми руками юного творца. Эта игрушка, она филимоновская, она лепится из белой глины. Она вся, она не расписывается. Расписывается только вот ее руки, вот руки расписываются. Плаки тут, уши, рот и рога. В Организации поддержки лиц с ограниченной трудоспособностью говорят дети с ограниченными возможностями, но с безграничными способностями. Глядя на эти работы, вообще сомневаешься, что их сделали дети. Портрет Путина, Скобелева, Тургенева и это далеко не весь список. Секрет в том, что здесь происходит инклюзивное образование, отличительная черта которого в том, что особенные дети занимаются наравне и вместе с обычными ребятами. Это помогает им не чувствовать себя оторванными от общества. Но социализация не главная задача. Одно из основных направлений – профориентация, а вместе с тем и раскрытие талантов. На всех конкурсах, например, конкурс по чтению, который был, когда они читали художественные стихотворения, у нас девочки, например, с 26-й школы незрячей читали и попадали в ряд. Художественное прочтение стихотворения было такое, что обычные дети плакали. И вот они показали, что среди обычных детей есть дети с особенностями, которые раскрывают свой талант так, как тем еще нужно к этому таланту подойти, к вершинам этого таланта. Сейчас здесь занимаются 20 детей. Фаворитом среди занятий является выжигание по дереву. Необычная резная визитница, утонченная балерина, шкатулки и портреты самых разных людей. Все это под чутким руководством педагогов делают сами ребята. Это занятие они считают крайне интересным. Меня привлекает то, что здесь есть танки, на которых можно вырезать. Здесь можно на компьютере научиться, на самом как это делать. Мне нравится то, что картинки тут рисуют, а потом выжигают их на дереве. Мне здесь нравится. Тут можно сделать чего-нибудь нового. Я все хожу, здесь много чего красивого. Новые технологии добрались и сюда. Этот увлекательный процесс происходит на лазерном станке для резки и гравировки. Сначала макет создается в графическом редакторе, после чего одним нажатием кнопки происходит выжигание. Инициатором идеи создать ту или иную вещь, игрушку или портрет являются сами дети. Они готовят макеты, им хочется игрушек, какие-то изделия. Они приходят сюда ко мне, и мы уже подключаем их через компьютер, выводим нарезку, то, что они уже придумали сами. И потом эти изделия, они уже забираются себе домой. Помимо творческого развития в организации, поддержки лиц с ограниченной трудоспособностью с самого детства учат ребят беречь природу. Для выжигания используют обычную фанеру и срезы деревьев. Чаще всего это вторичное использование. Бывшие ящики от промышленной аппаратуры, некондиционная фанера и европоддоны превращаются в настоящее произведение искусства. Еще одна важная задача, которую здесь реализуют, это сохранение исторической памяти. Дети не только готовят портреты знаковых исторических и современных личностей, но и знакомятся с их судьбами, а значит и с историей своей страны. Мария Рудаем, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Бедренно-подколенное шунтирование, в том числе с использованием аутовены, аортобедренное шунтирование одновременно с подколеном. Эти и другие оперативные вмешательства хирурги сосудистого отделения уже провели в областной клинической больнице. В конце мая здесь открыло свои двери отделение сосудистой хирургии. Подробнее расскажет Валерий Седов. Новое отделение рассчитано на 30 коек. По статистике, которую привел заведующий, в год может проводиться около 1000 операций. Притом планируется, что в составе медицинских бригад будут трудиться как врачи открытого профиля, так и эндоваскулярные. То есть процедура пройдет без разрезов. Что примечательно, врачи нового сосудистого отделения уже столкнулись с пациентом, которому требовалась помощь специалистов разных профилей. У мужчины диагностировали опухоль левой почки с прорастанием в левую поясничную мышцу, второй поясничный позвонок, метастатическим поражением пара аортальных узлов и прорастанием в аорту. Оперативное вмешательство провели специалисты урологического, нейрохирургического и сосудистого отделений больницы. Операция длилась более 6 часов. За это время врачи удалили опухоль со стенкой аорты. Ее размер оказался около 40 сантиметров в диаметре, вес более 5 килограммов. Пациенту удалили также второй поясничный позвонок, который был поражен метастазами. На его место установили методический имплант. Теперь пациент получил шанс на выздоровление. По словам Андрея Егорова, заведующего сосудистым отделением, в будущем таких операций станет больше. Притом специалист настаивает на том, чтобы все врачи в его отделении получили сразу несколько специализаций. Я сторонник того, чтобы и теми, и другими методами владел хирург каждый, который работает здесь, в этой больнице. То есть тот, кто был эндоваскулярным, пусть станет еще и открытым. А тот, кто был открытым, пусть станет эндоваскулярным. В день официального открытия сосудистого отделения Андрей Егоров вместе с главным врачом устроили экскурсию для министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого. Вместе они посетили первых пациентов, а также зашли в операционную. По словам Андрея Егорова, специально для сосудистого отделения в ОКБ открыли операционную с современным оборудованием. Специалисты также обмолвились, что открытие такого отделения потребовало годы подготовки. Андрею Прилуцкому показали и новое, не отремонтированное отделение. Пока что здесь кипит работа. Но в скором времени по этим коридорам уже пройдут первые пациенты. Что примечательно, открытие прошло в Международный день отказа от курения. В честь этого праздника сотрудники ОКБ и БСМП устроили товарищеский футбольный матч. Для всех это стало настоящим сюрпризом. Андрей Прилуцкий ранее проходил практику в БСМП. Поэтому не скрывал, за кого болел в этом матче. Мы, правда, с Марковым, с Андреем Ивановичем поспорили, кто выиграет. Я сказал, что команда БСМП. Так как я там был субъектнотурен, буду болеть, наверное, за вас. Хотя я очень люблю, конечно, болеть с ОКБ. На поле нейрохирурги и терапевты, которые, хоть и на небольшой промежуток времени, стали соперниками. Товарищеский матч закончился со счетом 3-1. Победила команда ОКБ. По окончанию матча все игроки вновь заняли такие привычные места в своих кабинетах. И работа закипела вновь. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. В городе есть много забытых улиц, где до сих пор не проведено освещение. Тротуары оставляют желать лучшего. А слово «дорога» – это и вовсе нечто мифическое. Однако, несмотря на всю заброшенность улиц, на них по-прежнему кипит жизнь. А в домах живут люди. Об одной из таких улиц расскажет Валерий Седов. Дорога на улице Советской длиной всего 1,3 километра. Притом назвать это дорогой язык не повернется. Здесь просто земля, по которой ездят автомобили и ходят люди. Старожилы говорят, что здесь никогда не было ремонта. Анатолий Сергеевич – ветеран войны. В этом году ему исполнится 91 год. И по этой дороге он ходит постоянно. На улице Советской 76 домов. Здесь живут как молодые семьи, так и пенсионеры. Однако, жизнью улица не дышит, а наоборот – задыхается. Ухабы, кочки и всюду торчащие камни. Целостность дороги хоть как-то пытаются поддерживать местные жители. С песовыми силами пытаемся как-то делать, но после дождя оно все вымывает. Понимаете, песок, там щебень, все остается ухабы. Здесь еще более-менее, а дальше там вообще невозможно ни проехать, ни пройти. Щебенка, каменные блоки и куски металла – все это стало основой несуществующей дороги. Машины проезжают здесь не так часто, как по главным улицам города. Но дорожное полотно разбивается быстрее. А службы города и вовсе отказываются ездить сюда. Такси практически не ездят в поселок, они ничего, если узнают, что улица Советская. Автомобили так же само и вязнут, и пройти не могут, особенно со стороны памятника. С той стороны вообще проехать невозможно. Местные жители уже не раз обращались в различные инстанции. Писали в дирекцию благоустройства города, в администрацию, в управление. Везде разные ответы, которые поражают своей противоречивостью. На некоторых страницах скопившихся писем можно встретить как и отказ на строительство дороги, так и наоборот. Одновременно сообщаем, как временная мера мероприятия по выравниванию профиля участка автодороги по улице Советской поселка Ничего, использованием альсфальтного бетонного гранулята, включены в план работы на текущий год. Вот обещание есть, а дороги нет. По словам местных жителей, подобный ответ они получили в 2016 и в 2017 годах. И естественно, слова эти делами никак не подкрепляются, а на дороге по-прежнему кочки и ухабы, которые увеличиваются день от дня. Что примечательно, улица Советская находится в нескольких километрах от УКБ, а с обоих концов улица заканчивается асфальтированной дорогой. Почему не покрыли асфальтом этот участок, местным жителям непонятно. Кажется, что про них просто забыли. Отсутствие дороги, по которой опасно ездить автомобилем. Столбы линии электропередач настолько старые, что от сильного порыва ветра с них срывают провода. Так и живут люди на улице Советской. Наш телеканал отправил запрос в городскую администрацию. В скором времени мы вновь вернемся к этой теме. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Теперь о самых интересных событиях недели. Итоги Петербуржского форума. Какие новации ждут рязанцев? Останутся ли в Рязани троллейбусы, а также ремонт дорог и судьба Соснового Бора? На все эти и другие вопросы ответил губернатор Рязанской области Николай Любимов на встрече с журналистами. На пресс-конференции присутствовали представители более 20 средств массовой информации. По словам организаторов, сам формат претерпел изменения. Однако вопросы остались те же, важные и животрепещущие. Первым делом коснулись итогов Петербургского международного форума, где проходила презентация многих регионов России. Рязан на ней показала свой стенд впервые. По словам губернатора области Николая Любимова, городской стенд пришелся по душе многим посетителям. Также на форуме заключили несколько контрактов с представителями разных организаций. Удалось договориться с инвесторами, подписать 10 соглашений на 41 миллиард рублей. Теперь наша задача эти соглашения реализовать как можно быстрее и сделать это в те сроки, которые мы оговорили с инвесторами. Надеюсь, что те соглашения, которые мы подписывали и ранее, в Сочи более 50 миллиардов рублей было наполнение этих соглашений. Вот эти соглашения, те, которые мы подписали в Рязани, они все заработают. Были приняты соглашения о строительстве новых федеральных акушерских пунктов. Коснулись и другой важной темы, а именно санатория «Сосновый бор», к которому вновь вспыхнул интерес. Здание разоряет вандалы, да и вход на территорию свободен. Будут ли что с этим делать, спросили Николая Любимова. Она будет восстановлена, эта деятельность через фонд поддержки пока жилищного строительства. Ну и он передан в настоящее время Министерству труда и социальной защиты. С годовое содержание порядка 110 миллионов оценится рублей в год. И в данном случае это оправданные затраты. Конечно, первоначальные затраты будут чуть побольше, потому что надо восстановить инфраструктуру, надо закупить соответствующее оборудование и так далее. В санатории «Сосновый бор» предполагается открытие пяти стационарных отделений, которые рассчитаны на 400 мест. Притом планируется расширить профиль санатория. Окончательную презентацию сделают Министерство труда и социальной защиты. Сейчас проект находится в поиске инвестора. Другая тема – это ремонт московского шоссе. По словам Николая Любимова, стоимость работ около 150 миллионов рублей. Для сравнения, ремонт Первомайского шоссе обошелся в 60 миллионов. Поэтому можно сказать о том, что работы будут крупномасштабные. Прозвучал вопрос, который волнует многих рязанцев. Это общественный транспорт. Три троллейбусных маршрута закрывают – второй, шестой и пятнадцатый. Что будет дальше? То, что касается троллейбусов, конечно, троллейбусы нельзя убирать из города и закрывать это направление обслуживания населения. Троллейбусы, на самом деле, практически везде, они так или иначе являются дотационным видом транспорта общественного. Никуда не денешься. И самое главное для нас – добиться, чтобы все-таки экономика предприятия была не так обременительна для бюджета и для городского, и для областного, как сейчас. Николай Любимов также добавил, что будет проведена большая работа, касающаяся коммерческого транспорта. По его словам, машин сейчас слишком много. Разрабатывается новая транспортная схема, в которой будет оптимизирован как общественный, так и коммерческий транспорт. Еще одна тема – это проблема торговых центров. Уже не раз в СМИ публиковалась информация, что во многих рязанских ТРЦ обнаружены недостатки в сфере пожарной безопасности. Николай Любимов выступил с инициативой обучить охранников пожарно-техническому минимуму. Продиктовано это недавними событиями в городе Кемерово. И чтобы сами охранники понимали, что делать, собственно говоря, в таких случаях. Как реагировать на ситуацию, куда людей направлять, как ее организовывать. В том числе даже включая психологические какие-то моменты, как людей успокаивать, как с ними говорить, кричать, не кричать. Ну то есть делать то, что необходимо в таких, к сожалению, бывающих иногда у нас в стране случаях. Коснулись и других тем. Строительство нового химзавода в Дашково-Песочне. Николай Любимов ответил, что экологических проблем не возникнет. На пресс-конференции прозвучало много разных вопросов, которые коснулись различных тем. И ни один из них губернатор не оставил без ответа. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. 28 мая в России отметили День пограничника. Государственная граница России проходит по суше, по воде и по воздуху. Наша страна граничит более чем с 15 странами мира. И не всегда на границе спокойно. Поэтому именно пограничники являются нерушимым щитом, заслоняющим страну от недоброжелателей. В 33-й Рязанской школе прошел праздник, посвященный Дню пограничника. Подробности далее в сюжете. Пограничные войска являются элитными, но не потому, что у них много привилегий, а потому, что ответственность слишком высока. История пограничных войск уходит корнями в глубокое прошлое. С тех пор, как на Руси появилась первая крепость, понадобились те, кто смог бы ее защищать. Боярских детей их просто отправляли на засечные, на эти черты. То есть они стояли в основном по реке Ака. И, кстати говоря, Рязань непосредственно с этим связана. Вот эти волени, которые здесь были, то есть те козора, которые здесь стояли, которые охраняли землю русскую, это забродло и чужбины. Это сейчас территория Мещора, собственно говоря. И территория некоторого Коломенского района. Для Андрея Лепешкина этот праздник – нечто большее, чем просто День памяти. Его предок Михаил Лепешкин служил в царской армии в пограничных войсках. Андрей пришел на праздник в 33-ю школу для того, чтобы поделиться с мальчишками и девчонками историей своей семьи. Михаил Китович Лепешкин, штабс-капитан за Амурского округа пограничной стражи, казначей этого округа. Награжден орденом Святого Станислава в третьей степени, Святой Анны в третьей степени, Святого Станислава в второй степени. Трижды ранен. Принимал участие во всей защите с 1910-1911 года, где-то на рубеже, до 1916 года он находился на территории Манжурии. С историей пограничных войск школьники знакомы. Здесь с 2013 года работает кадетский класс. Инициатором его создания стал выпускник 33-й школы генерал ФСБ Олег Дуканов. Сотрудники ведомства поддерживают кадетов, а те в свою очередь с молодых лет изучают военные дисциплины и учатся по-настоящему любить Родину. Занимаются кинологией и изучают правовые основы военной службы. У них есть курс такой «Я кадет». Ну и, конечно же, историю пограничных войск. Участвуют и в Параде Победы. Вот целенаправленная работа, она все-таки нацелена именно на формирование личности патриота и гражданина. О том, что есть такая профессия Родину защищать, кадеты знают давно. Многие выпускники уже поступили в вузы пограничной направленности. Есть и те, кто смог поступить в Академию ФСБ. Для этих ребят пока предстоит учеба в школе, но они уже точно знают, что свяжут свою жизнь со службой. Я хочу в будущем пойти в десантное училище Рязанское, потому что мой отец служил в десанте, прадед воевал на Великой Отечественной войне. Я считаю, что каждый мужчина обязан служить своей Родине. Мне это интересно. У меня прадедушка воевала, прабабушка воевала. Брат до этого учился в казачьем классе. И когда он ходил на парады, мне было интересно, что да как. А потом, когда мама мне предложила прийти в кадетский класс, я обрадовалась. И мы вместе с братом пошли в кадетский класс. Носить форму для мальчишек и девчонок почетно. На этот раз они увидели форму советских пограничников. На мне сейчас надета форма младшего сержанта пограничных войск образца 1936 года. Головной убор Буденовка 1925 года. А также имеется пистолет, браунинг, сумка с картой и противогаз. Именно в такой форме наши воины защищали границы родного отечества от захватчиков. Георг, расскажи, пожалуйста, что за форма на тебе? У меня форма представляется у сирийской казачьей войска. Вот этот костюм, вот эти штаны носили только те, в общем, эти штаны называются «Свобода». Штаны эти носили не все, только те, кто вот, но они не платили налоги, там, вот были просто свободны там от всего. Да, это особые заслуги давали эти штаны носить, правильно? Ну да. Вот, это называется подсумник. Он создан для того, чтобы туда вот из автомата класть патроны. Пограничная служба с древнейших времен и до наших дней неоднократно претерпевала изменения. Но суть оставалась одна – защита государственной границы. В 1994 году президент России издал указ о праздновании Дня пограничников в целях возрождения исторических традиций. С мая 2003 года служба называется «Пограничной службой ФСБ России». Лето, пора отпусков и увлекательных путешествий, но ни в одну страну мира не пустят без загранпаспорта. Теперь у рязанцев появилась возможность получить этот важный документ в центре города, на улице Павлова. А для получения заграничного паспорта старого образца достаточно обратиться в многофункциональный центр или воспользоваться порталом госуслуги. Это будет особенно удобно для жителей глубинки, ведь раньше им приходилось посещать областной центр. Какие еще нововведения вступили в силу в этом году, узнаете из следующего сюжета. Алена Семеновская, как и положено, готовится к отпуску заранее. Девушка планирует вылет в жаркие страны, пока думает о Турции. Она решила оформить заграничный паспорт старого образца, при этом использовала портал госуслуг. Через госуслуги очень, вообще безумно удобно. Не выходя из дома, сюда вот пришла, потому что пригласили. И вот, ну, как бы, в принципе, даже и время удачное есть, как сказать, хорошо, что можно выбрать. То есть время, на которое было бы удобно. Ну, терминал дает выбор, скажем так. Сейчас 80% всех выданных загранпаспортов оформляются именно через госуслуги. Быстро, удобно и, что немаловажно, скидка на госпошлину значительная – 30%. Сейчас получить паспорт для вылета за границу можно в самом центре города, на улице Павлова, 52. Именно сюда переехало ведомство. Жители Московского района могут получить эту услугу в отделе по вопросам миграции. Прием ведется по предварительной записи, которую можно осуществить во время визита. Тогда нужно будет через терминал получить специальный пин-код, который необходимо будет ввести в день приема и получить талон. Или же через личный кабинет на портале госуслуги. Нужно зайти в личный кабинет, выбрать окошко услуги. Потом выбрать, какой паспорт. Сроком действия 5 лет, 10 лет. Там идет потом категория по делению по категориям заявителей. Его недостигшие 14 лет, с 14 до несовершеннолетних, с 14 до 18 лет. Или совершеннолетний, достигший 18-летнего возраста заявитель. Гражданин выбирает, что подходит ему. В дальнейшем он выбирает обратиться в ведомство. Потому что там два варианта. Либо получить в электронном виде, либо обратиться в ведомство. Нужно выбрать обратиться в ведомство. И там уже предоставляются возможности предварительной записи на прием. Специалисты отдела уверяют, что граждан без записи также обязательно примут, но только в порядке живой очереди. В новом здании все предусмотрено для удобства посетителей. Здесь же находится компактный комплекс регистрации биометрических данных, благодаря которому можно сделать фото. Еще имеется сканер для снятия капиллярных узоров пальцев рук. Проще говоря, отпечатков пальцев. В этом году были внесены изменения в сроки выдачи заграничных паспортов. Сроки отчитываются с момента предоставления полного пакета документов и заявления. По месту жительства в течение месяца. По месту пребывания. То есть, если заявитель имеет место жительства в ином регионе, а обращается за предоставлением государственной услуги в Рязань, то в этом случае срок рассмотрения не должен превышать более трех месяцев. Напомним, чтобы получить загранпаспорт, необходимо подать заявление, оплатить пошлину. Ее размер зависит от того, какого образца вы хотите сделать паспорт, старого или нового, и предъявить документу за заверяющую личность. С оформлением заграничного паспорта для детей дела обстоят немного сложнее. Если ребенку еще не исполнилось 14 лет, нужно написать заявление от законного представителя, которым является мама или папа, опекун, попечитель или усыновитель. Свидетельство о рождении и документ о гражданстве. Это может быть заграничный паспорт одного из родителей или внутренний паспорт. Если ребенку исполнилось 14 лет, пакет документов остается тот же, но к нему добавляется паспорт гражданина Российской Федерации самого ребенка. В случае с взрослыми получателями этой государственной услуги тоже есть нюансы. Если произошла смена фамилий или других личных данных, то заграничный документ автоматически считается недействительным. Еще одно нововведение – возможность оформления загранпаспорта нового образца, если срок действия старого еще не истек. Для удобства жителей региона в Скопине, Касимове, Шилове и Сасову появилась возможность оформления загранпаспорта нового образца в отделе по вопросам миграции. А старого образца можно получить в многофункциональных центрах. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Необычное путешествие придумала рязанская семья. Объехать всю Россию на «Газели» от Рязани до Дальнего Востока – такова идея поездки, которая стартовала 1 июня. Вместе далеко. Такой необычный стартап решили воплотить в жизнь супруги Невинские. Мама Юля, папа Кирилл, два сына – Даниил и Платон. И лучший друг – собака Эля. Вот и весь дружный экипаж. Машина «Газель» станет домом для целой семьи на несколько месяцев. Мы очень долго думали, много читали, смотрели всяких видео, отчетов других людей, которые путешествуют. Особенно иностранцы. У них вот этот некий one-life стиль, когда люди садятся в автодом и уезжают. И они не путешествуют, они живут так. Мы смотрели, мечтали, думали, блин, как прикольно, как классно. Ведь у нас же тоже так можно. Тем более наша страна позволяет. И столько мест красивых, и территория большая. Юлия и Кирилл решили бросить все и отправиться в семейное путешествие, которое запомнится на всю жизнь. Муж инженер спроектировал машину для таких долгих походов. Но самое интересное, что сделали ее практически бесплатно. Разные отечественные компании на правах партнерских отношений. Путешествие в стиле one-life стартует уже через несколько дней. Мы поставили зимой дату 1 июня, что мы 1 июня стартуем. Выложили первый ролик на ютубе и написали о том, что мы уедем независимо ни от чего. То есть, будет ли у нас машина готова, не будет ли. У нас тогда машина была просто газель, голый кузов. Вот, скажем так, этого ничего не было. И мы даже не знали, как мы это будем реализовать. Я супруге сказал, Юльке, что если что, я за неделю просто пойду на рынок строительный, куплю там досок, сколочу нам какие-нибудь там кровати внутри, и мы все равно поедем. Выйти из зоны комфорта, уйти с работы и отправиться в путь. Только дикая природа, авто и любимая семья. При этом Юлия признается, младшего ребенка Платону чуть больше года. Совсем не страшно брать с собой. Все страхи у нас в голове. Мы, в принципе, рассматриваем эту поездку не как очередной отпуск, не как просто съездить, отдохнуть и вернуться домой. А хотим попробовать кардинально изменить направление нашей текущей жизни. То есть, попробовать именно жить не закрепленно где-то в городе, в квартире, а постоянно просыпаться в разных местах. В общем, наблюдать постоянную смену картинок, пейзажей. Сейчас в машине Невинских есть все для полноценной жизни. Кухня, душевая кабина, в скором времени плита займет свое место в кухонном уголке. Две вместительные кровати. В общем, фургон мечты. Интересно, что у ребят нет карты маршрута. Они не хотят заранее загадывать. Известно, одно путь будет неблизкий – от Рязани до Дальнего Востока. Для всей семьи это формат новой жизни. Они обещают подробно рассказывать о своем путешествии в социальных сетях. Мы также будем следить за увлекательным походом наших земляков. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Вкусный ужин всякому нужен. В Рязани прошло открытие еще одного ресторана быстрого питания «Сковорода». В Рязани прошло открытие четвертого ресторана «Сковорода». Теперь вкусно и недорого позавтракать, пообедать и поужинать стало возможной в торговом центре «М5 Мол». Находится ресторан у первого входа. Красивый, уютный зал, приветливые сотрудники и, конечно, широкий ассортимент блюд на любой вкус. Все это вы найдете в «Сковороде». Важно, что здесь используют только натуральные ингредиенты. Салаты, супы, мясо, рыба, вкуснейшие гарниры, блюда диетической кухни. Все это опытные повара готовят из продуктов родного края. В общем, полностью нейтральная еда вкусна, как дома. А пирожные собственного производства не оставят равнодушными даже истинных гурманов. В «Сковороде» не гоняются за прибылью, зато отлично совмещают соотношение цены и качества. «Ну, мы, в принципе, тоже давно ходим в «Сковороду» и там, где «Варс» «Сковорода». Вот, и здесь интерьер очень хороший, современный сделали, так что очень понравилось нам. «Прошлые рядом с моей работой находятся, постоянно обед заезжают. Тоже проездом был, решил попробовать заехать». «Давно, все очень нравится, всегда посещаем». «Сковороду», ну, да, посещаем давно еще. Как бы в «Варсе» там мы часто ездили. Тут здоровая такая пища, довольно-таки, как бы… «Недорого», «Вкусно», «Все чисто», «Уютно», нам очень нравится. «Все нравится, очень хорошо, вкусно» и «Удобно». «Все очень нравится, быстро, очень вкусно, недорого, превосходно, просто превосходно. «Все очень нравится». В честь открытия ресторана «Сковорода» в торговом центре «М5 Мол» в течение двух недель будет действовать скидка на все блюда 25%. Купоны на скидку раздавал необычный персонаж – аниматор в костюме «Барса». Для детей он стал настоящим героем дня и подарил праздник. Кроме того, «Сковорода» является участником программы «Забота». А для студентов скидки действуют всегда. Напомним, рестораны «Сковорода» работают в торговом центре «Барс» на Московском, в торговом центре «Атрон», в торговом центре «Малина», а теперь и в торговом центре «М5 Мол». В общем, гостям здесь всегда рады. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас, заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Природа ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 525354. Коттеджный поселка Дубровка. Коттеджный поселок Дубровка. Коттеджный поселок Дубровко. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok